ЖИВЫЕ ЖИВЫЕ Так в сердце и гудит. Как водится традиция из традиции, сначала песня, ну а затем уже начнем разговор разговаривать. Как всегда, ЖИВЫЕ в программе ЖИВЫЕ. Погнали! Ее давно не беспокоят ее школьные подружки. Гоморятся им вокруг, что в власти есть одна дурнушка, что они вчера открыли новый модный магазин. Она, прикинь, ходила на какой-то там медсин. Их тупые интересы, как сидят русы на попе, а она ужасно любит, как звучат гитары в тропе. Ей совсем не важно, кто и с кем там ходит парами. Ее интересуют мужики с электрогитарами, почтыми генерарами, что ходят вечно пьяными. Ее давно не беспокоят, поняты и цыгнов. Ведь наушниках орет, в коре тейлеры сливнот. Ее ужасно бесит, туповатые коллеги. Технология продаж, гигидейл и карнеги. Обниматься по утрам и кричать, что мы за беста в ящик из стола лежит, а по ним мед на добровест. И ей совсем не важно, кто и с кем там ходит парами. Ее интересуют мужики с электрогитарами, почтыми генерарами, что ходят вечно пьяными, стырявыми карманами. Моломо мужики с электрогитарами, почтыми генерарами, что ходят вечно пьяными. Моломо мужики. Моломо мужики. Моломо мужики. Моломо мужики. Моломо мужики. С электрогитарами, почтыми генерарами, ーム agnагрент, что ходят вечно пьяными. Моломо мужики. Моломо мужики. Моломо мужики. Моломо мужики. Ну вот эти мужики с электрогитарами сегодня, собственно, здесь в программе живые в день марафона на предмет трехлетия радиостанции. Они будут отжигать эти два часа и творить свое замечательное дело. Группа Йорш. Прошу любить и жаловать тем, кто не очень в курсе. Я вообще не знаю, есть такие люди, которые не знают, что это за коллектив. Но, тем не менее, если вдруг так окажутся среди слушателей те, кто не знает вас, они сегодня наверняка должны будут получить полный ответ на вопрос, что же это за коллектив. Сокол. Ну, то есть Димка Сокол. Привет, друзья. Вот это вот человек, которого голос вы слышите. Ну и, собственно говоря, он фронтмен. Человек, который меня почему-то страшно боялся в свое время. Я понять не мог, почему. Думал, шутят. А ведь на самом деле, что у меня такого грозного-то? В итоге, лепший кореш практически. Здорово, Диман. Привет. Рад тебя видеть. Дальше давайте будем... Ой, извини, не вижу. Слеповак я стал. Лепший же. Слеповак я стал как-то. Помните про микрофончики, да, к которым надо подходить время от времени, ну, чтобы здороваться с аудиторией Андрея Букова. Гитара. Здравствуй, дорогой. Пришел сегодня самый... Привет, привет, привет всем. Куда смотреть? Какая тера? На меня смотришь. Я везде. В моих глазах камеры. На меня смотри. Да, 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 да. Дмитрий Кузнецов, бас. Добрый вечер, Дмитрий. Для нас новый человек в коллективе. Добрый вечер. Добрый вечер. Юля удивится, из какого коллектива он пришел. В курсе. Александр Саев, барабаны. Привет, ребята. Вот это и есть группа Ёрш, нынешний состав. Знаешь, что я тебе в самом начале хочу сказать? Вот никогда этого тебе не говорил. А сейчас скажу, имею право, все-таки мы сегодня день рожденцы. Не юбиляр, это не то слово, никакой юбилей, три года. Но, тем не менее, мы с вами пересеклись и познакомились еще на нашем радио. Это было год 4-5 назад, да? Ну, давно это было уже. Вот за это время, что прошло от альбома к альбому, мы внимательно следим за тем, что вы делаете. Мы, когда я говорю, мы имеем в виду радиостанцию. Я тоже непременно за этим слежу. Сейчас как раз в премьерах очень хорошо идет ваша ироничная песня, обращенная к одной из радиостанций бывших. Ну, неважно, это отдельная тема, об этом можно говорить отдельно и долго. Но вы невероятно выросли за это время. Мало таких коллективов, которые за такой период времени, будучи уже вполне себе зрелыми, еще и растут, развиваются. У тебя с вокалом что-то произошло, ты петь стал, а не просто орать. Это реально? Стараемся. О нет, он орал, но классно, зараза, орал и так продуктивно орал. Но мне хотелось, чтобы он пел. И он начал петь. Ты берешь уроки, что ли? Ну, побираю. Побираю с уроками. Умница. Да нет, на самом деле мы все занимаемся. И спасибо, что это отметил. Умница. Ну, я как старший товарищ имею право, наверное, на это указать. Просто хотя бы потому, что действительно это правда. И мы безмерно и безумно рады и горды тем, что именно вы сегодня... Мы всех любим, да? Но вот сегодня вы закрываете марафон в честь нашего дня рождения. И я могу это позволить себе... Я сегодня себе даже позволил не только чай пить по ходу сегодняшнего дня. Может быть, поэтому немножко язык подразвязался, да? Хотя у нас табу на это дело, но все-таки праздник. Все-таки праздник. И позволил себе немножечко расслабиться. Не надо так смеяться. Не надо. Кстати, когда ёрш приходит как бы куда-то, то почему так периодически случается? Это не в тебе дело. Ты не слышишь. Как-то ты сразу как-то и корону надел, когда ёрш приходит. Это не в тебе дело. Нет, это просто облако трэша и угара. Оно как бы сразу резко возникает. Короче, вы прекрасны. И спасибо, что вы здесь сегодня. И нам безмерно радостно и приятно от того, что мы можем сегодня пообщаться. Очередной раз вы принесли новую работу свою, пришли с новым альбомом. А это очень ценно именно. Поэтому я ещё раз говорю спасибо. Так, 4647. Это короткий номер для СМС к ваших. 4647. Самые дешёвые в мире СМС-сообщения. 6 рублей 20 копеек. Ну, чушь, правда же? Ерунда. Если у вас нет под боком, к примеру, возможности на компьютере удобно печатать в сообществе, то присылайте СМС-ки. Мы их тоже будем изучать внимательно. Сначала пишите свои. Номер 4647. Просто коротко. Сначала пишите свои. Пробел делаете. Неважно свои. Как кириллица и латиница. Не имеет значения. Главное, чтобы после слова свои был пробел. Дальше пишите всё, что хотели бы сказать. Ваши вопросы, эмоции и впечатления. Делитесь, пожалуйста, всем, что есть. Сообщество ВКонтакте, сообщество Своего Радио, безусловно. Там уже давно выложен анонс. И под анонсом уже много чего написали. Вы пишите тоже. Задавайте ваши вопросы. Может быть, делитесь эмоциями и впечатлениями. Чат на сайте Своего Радио. Своерадио.фм. На фотографии гостей эфира сегодняшнего. Есть кнопочка чат. Кликаете, вываливается столбец. Пишите. А мы читаем. Внимательно изучаем те сообщения, которые приходят. Самые интересные оказываются в эфире. Видео из студии. Очень рекомендую смотреть на все то, что в студии происходит. Там же на сайте есть ссылка. Видео из студии. Ютуб. Кликаете. Вот вам картинка. Рядом с картинкой чат. Можете также точно по ходу дела смотреть и отписываться. Все, что касается коннекта. Ну, а теперь. Вы начали-то не с этого альбома. Начали-то со своего одного из самых, пожалуй, таких забойных хитов из прошлых альбомов. С прошлой своей программы. Хитрые. Молодцы. Очень правильные. И продуманные, я бы сказал. Они хитрые. Ну, надо, чтобы сначала люди... Молодец, видишь, научился уже. Сейчас они перешли сюда с новой своей работой, в которой 10 песен. Одна из которых, естественно, в эфир попасть не может, но классная. Я 300 раз пожалел, что я не могу ее поставить. Нет, если бы раз запикать, то ладно. А там, пи-пи-пи-пи-пи-пи, все время пикать надо было. Зачем ты это сделал? Ты же знал, что песня клевая. Как можно ее вообще лишить эфира? Сокол, сокол. Мы про нее скажем еще сегодня. Только не вслух. Неоднозначно. Ну, точно. Подумаем, да. Сквозь мой называется альбом, который, собственно говоря, презентует сегодня группа Ёрш. Кстати, красивая картинка, очень изданно красиво. Кто это делал, вот эту картинку? Ну, у нас... Препарированную бабочку. У нас есть художник, с которым мы работаем уже, ну, 3 года, получается. Он рисует нам полностью все вот. Все наши футболки, в том числе вот это вот, да. Все дизайны дисков. Замечательный абсолютно человек. Павел Курбанов. И, кстати, Андрей сейчас... Вот его футболки. Это вот его фирменная, у него своя линейка одежды. Вот такие вот футболочки делают. Круто, прям по металлу, как надо. И у нас с ним очень такой интересный творческий симбиоз. То есть мы ему даем идею, а он ее реализует. Очень круто. Вот, то есть, соответственно, идею придумали мы сами, да, как бы, вот. То есть это плод очередного нашего больного воображения. Его эта идея зацепила. И вот он присылает картинку, и такое ощущение, как будто он смотрит прямо в голову. То есть вот как будто вот то, что было у меня в голове. То есть ты бы сказал, мне нужна препарированная бабочка. Да. И он тебе прислал препарированную бабочку, да еще и с инструментарием всем. Да. Хирургическим. Да. А в слове хирургический вторая буква какая? И или Е? Е. Ну, понятно, да. В данном случае, да. Сегодня песня из этого альбома в первую очередь. И здесь несколько билетов. Ты мне их всучил, эти билеты. Но не мне. Эти билеты достанутся тем людям, которые сегодня берут на концерт. 9 декабря в Бруклине в 7 вечеров в одной билет на их замечательную презентацию альбома. И мы их вручить должны людям. Кому? Мы здесь посовещались и решили, что у нас будет две категории. Выше? Три билета разыгрываются за три самых интересных вопроса. Три? Три самых интересных каких-то, да. Ну, то есть каждому по билету. То есть самый интересный вопрос, заданный сегодня за эфир, три штуки. Вы отберете? Не, не, не. Вот три вопроса, три билета. Это билет на одно лицо. Да. То есть три человека, задавшие самые интересные вопросы, получат по билету. Да. Так, а два оставшихся? Два оставшихся билета, соответственно, там еще два диска лежат. И то есть диск и билет получат те люди, написавшие самую интересную историю, связанную в их жизни с группой Йорш. А. То есть компромат самый попрет, когда... Это ты не боишься, молодец. Я к чему? Я к тому, что эти, получается, комплект билет и альбом достанется двум человекам, которые вспомнят какие-то самые интересные истории, связанные с вами. Ну, не обязательно с нами, то есть с творчеством группы. Ну, то есть с вашим поклонникам, по сути, делал. Ну, например, там сидят на переговорах, а тут там песня, там, вот так, про которую ты говоришь, заиграла неожиданно. Вместо рингтона у человека стоит на телефоне, да. Кстати, хороший рингтон бы получился, между прочим. Там есть фразы, вот, музыкальные, да, ой, как хорошо бы это... Особенно, если это, например, генеральный директор банка, к примеру. А у него такой звонок. А, он сидит на совещании, вдруг... Ну, все, кто хочет, послушают альбом, поймут, о какой песне идет речь. Давайте дальше, братцы, что будет следующим номером, какая будет песня? Ну, следующая песня, как раз-таки, будет с нового альбома. И она называется... Как? Кодовое название «Мы с тобой». Это первая песня с альбомом, первый трек. Как всегда, живой звук. Программа «Живые». Здесь сегодня ешь. Поехали. 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 Ты доказал, что нам сужит все, что и потерял свою возможную жизнь. Я пару сотни раз носки доставал, и обив колени, как-то выжил, просто поверь в тебя. Мы с тобой вместе дарим свет, верю я в тебя, протяни мне руку. Мы с тобой вместе мы пройдем, но сливит путь, тот, кто рядом с другом. Мы с тобой! Мы с тобой! Мы с тобой! Мы с тобой! Лет, лечий сердец, стал твоей стеной. Между миром тьмы и вере твердой, знай, это не конец. Подними глаза и сожми кулак, расправив плечи твердым, просто поверь в тебя. Мы с тобой вместе дарим свет, верю я в тебя, протяни мне руку. Мы с тобой! Вместе мы пройдем, но сливит путь, тот, кто рядом с другом. Мы с тобой! Мы с тобой! Мы с тобой! Мы с тобой! Мы с тобой вместе дарим свет, верю я в тебя, протяни мне руку. Мы с тобой вместе мы пройдем, но сливит путь, тот, кто рядом с другом. Мы с тобой! Мы с тобой! Мы с тобой! Мы с тобой вместе дарим свет, верю я в тебя, протяни мне руку. Мы с тобой! Мы с тобой вместе мы пройдем, но сливит путь, тот, кто рядом с другом. Мы с тобой! 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 Ёрж сегодня здесь, мы этому безмерно рады. Спасибо парню, что вы с нами. Ну, вот с тобой это когда, а вот с нами. Это всегда приятно. Послушай, народ тут вопрос задавать начинает. Но я имею в виду даже не вопрос, а историю. Кстати, скажи, пожалуйста, а вот, например, бабку и айфон ты прочитать сможешь? На память помнишь? Конечно. Ну-ка давай. Я ехал в метро. Не помню откуда. Но точно запомнил одно. Напротив сидела с тюками старушка. Зачем-то смотрела в окно. Обычная бабка, каких миллионы. Изрыто морщиной лицо. Тюки и тележка. Наверное, сдача. Поморщенное пальтецо. А рядом такие обычные люди, студенты с айфоном в руке. Планктон и барыги софисов едут. И парочка вон в уголке. Все вроде обычно, но тут покатилась тележка, что бабка везла. И как тут старое лицо изменилось. И первая мысль померла. Но вижу. Рука ее еле живая в кармане едва ворошит. Я сразу смекнул. Там, наверное, таблетки, давление, сердце шалит. Залез тебе в карман, рожал зубы руками. Так сколько там нужно? Плевать. Лекарство внутри. Она порозовела. А значит, пошла оживать. И взгляд ее вроде слегка прояснился. Спасибо, взревело, сынок. Отвел на платформу слегка отдышаться. И ехать. Ведь путь мой далек. Но дело в другом. Я увидел украдкой, как кто-то снимал на айфон. А кто-то шутил. А кто-то смеялся. И пиво хлебал полным ртом. А кто-то так просто слегка отвернулся. И вышел на Пушкинской в Мак. И даже я слышал краешком уха. Что парень, наверное, дурак. Что бабка бухая. А может, сектантка. А может, объел из колес. И вечер уже. Весь Планктон сидит в барах. Залили видос на ютуб. И парочка дома расставила свечи. Вкусив нежный вкус сладких губ. Что ж. Спите спокойно. Обычные люди. Студенты. Барыги. Планктон. А если беда постучится к вам в двери. Не забудьте заснять на айфон. Молодцы, ваши друзья мои. Аплодисменты. Должны быть живые и настоящие. Почему я тебя об этом попросил. Вася Лавочкин написал. Историю свою. Короткую. В двух строчках. Но уроки литературы забыл выучить стих. Рассказал бабку айфон. И слово. И получил две пятерки. Ну, супер. Это хороший комплимент. Ты понимаешь? Да. Учитель литературы, я думаю, человек продвинутый и не глупый. Если за это стихотворение, которое не касается пока что еще классических канонов. Ты же не вошел еще в классики. Российской литературы. Слава богу. И поэзии. Ну, за это стихотворение поставили пятерку. Вот тебе одна из историй, связанных с группой. Хотя эта история не связана с тем, о чем мы просили. Напомню, что сегодня разыгрываются пять билетов. Ну, вернее, три билета. Это отдельная история. На концерт, ну, презентацию концерта, альбома, который состоится. И два диска, к каждому из них еще по билету, за самые интересные истории, связанные с коллективом. А вот Павел Захаров спрашивает. О, он много сейчас. А история про... Все билеты выиграли. Секундочку. Я сейчас прочитаю примерно, как это должно звучать. А история про то, как мы с Соколом и Деннисом пытались переночевать в ДК, выпившись алкоголь на юбилее директора ДК, прокатит? Ну, да, это был смешной случай. Нет, ну, подожди секундочку. Он же еще пока эту историю не рассказал. Выходит, он намекнул, ты поржал, мы все улыбнулись. Ну, там, в принципе, как бы вот суть в этом заключалась. То есть и вся история? Ну, там... Что, готов ты за это ему отдать? Он и так придет на концерт? Ну, он и так придет. Ну, все. Ваши не совесть. Мы тебя и так... Заметь, это не я сказал. Насчет совести. Значит, Евгения Беловсова пишет. Отличный заряд бодрости в уши от Йорши. То, что надо, когда дедлайн по работе на носу, еще вся ночь впереди пахать, пахать и пахать. Вот Андрей Архипов написал. Йорши, это пиво с водкой, пишет он. Вопрос. А что делает алкоголь в студии? Станция 12+, тут коктейль. Одну секундочку. На дне рождения любого ребенка, пусть ему хоть 8, хоть 10, хоть 12, папа с мамой и гостями все-таки позволяют себе. Но при этом ребенку говорить нельзя. Поэтому, Андрей, не надо тут нам инсинуаций злобных. Дальше он пишет. Хотя такой коктейль лично я готов глотать без остановок и в большом количестве. Это не за билет. Это просто приятно. Вот. Будем сегодня искать самые интересные истории. Давай напомним, за что мы отдаем сегодня кучу призов. Билет и альбом 2. Два комплекта по билету и альбому. Тем, кто вспомнит самые интересные истории. Смешные, забавные. Связанные. Либо с нами лично, либо просто с группой Йорш. Группа Йорш. А три. Это за интересный вопрос. То есть мне нужно еще сидеть. Блин, интересные вопросы выискивай. Сейчас я буду этим заниматься. Интересный вопрос. Кстати, я думаю, чтобы честности ради было, мы можем не только билеты в Бруклин разыграть. У нас через полторы недели будет концерт в Питере. В клубе МОД. Конечно. Почему бы? Соответственно, санкт-петербуржцы, санкт-петербуржчанки. Их маленькие... Ну, Санкт-Петербург, я думаю, все-таки. Так. А для них что? Ну, пока что, да. Просто два крупных города. Ну, давайте, в принципе, как бы... Просто если волей судеб этот человек окажется из Санкт-Петербурга, либо там где-то рядом, условно говоря, Псков или Великий Новгород, то мы ему тоже вручим аналогичный комплект, но только в Питере. Отлично. Молодец. Таша Ланская пишет. Когда же вы ходили еще на нашем радио, слушала каждый вечер. Услышала, как Сокол рассказывает о своем образовании, стала стыдно и пошла поступать. Вот так панк-музыканты могут принудить людей к поступлению в высшее учебное заведение. У нас эфир только начался, человек уже две пятерки получил, и одна высшее образование. И все это связано конкретно с группой Йорш, ребята. Это, я вам скажу, такая заявочка серьезная на зал славы. Русского рок-н-ролла. Дальше что петь будете? Ну, соответственно, дальше. Одна веселенькая песня, которая посвящается тем людям, которые периодически меняют свои, ну, такие, как бы, взгляды в зависимости не от их личных пристрастий, а от веяния моды. И она называется «На хайпе». Как всегда живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня Йорш практически на хайпе. Погнали. И подвернул свои брюки круто В дыме малиновой жижи от вейпа. И пусть говорят, что для показухи Набьюсь тебе за втрахной татухи. Прости меня, мать, прости, отец, Я химстром стал, я знаю, это конец. Прости меня, брат, прости, сестра, Меня затянула эта игра. Простите меня, дорогие друзья, Примите таким, какой теперь я. Зато я останусь честным с тобой. Я верю, движение будет жить вечно. Я типа пример, как бы человечный. И типа я парюсь за судьбы животных. Комьюнити сражи до розовой рвоты. Мы скоро разрушим гнилую систему, В 2007-м я, кстати, был ломо. Прости меня, мать, прости, отец, Я химстром стал, я знаю, это конец. Прости меня, брат, прости, сестра, Меня затянула эта игра. Простите меня, дорогие друзья, Примите таким, какой теперь я. Зато я останусь честным с тобой. Диско! Постоянно на хайпе, Постоянно на стиле. Я слышал, что завтра в моде Не красили я. Прости меня, мать, прости, отец, Я химстром стал, я знаю, это конец. Прости меня, брат, прости, сестра, Меня затянула эта игра. Простите меня, дорогие друзья, Примите таким, какой теперь я. Зато я останусь честным с тобой. Простите меня, честным с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ёрши сегодня здесь, в программе «Живые» на своем радио. Продолжается, все еще продолжается отмечание нами дня рождения своего радио. Три годика нам. Вот Серега Истомин пишет, группа Ёрш растет, свое радио растет. Три года в эфире немалый срок. Желаю еще больше, чтобы все впрок. Спасибо вам, Серега, спасибо. Вашими бы устами, да, как Миткуха пануть, да? Значит, Максим Габунов пишет, вот, или Габунов, уж не знаю, как ставить ударение, простите Бога ради. Однажды, эта история пошла, мы с другом залезли на заброшенный завод, били черепки. Ну, такие серьезные люди, в принципе, заняться, когда людям нечем, они занимаются чем-то серьезным, обычно. Вот, на завод залезли, били черепки, и тут подъехала черная тонированная машина. Мы чуть не умерли от страха. Выходит, говорят, курите? Я говорю, не курим. Он говорит, а ну дыхни. И тут заиграл черный флаг. Он сказал, что это Ёрш. А я ответил, да. И он нам подарил две бутылки простой воды и две газированной. И сказал, что нам можно тут ходить. Вот, как-то история. Пацаны полезли, бить черепки на завод. Приехала черная тонированная машина, ну, там такие пацаны. Курите, говорит. Нет, говорит, не курим. И тут черный флаг. Все, пацаны, свои. Я боюсь, все-таки они там что-то... Все-таки что-то курили, да? В этой истории очень много таких пятен белых. Но запоминается. Воды. Запоминается. Дайте мне воды. Вот я тебе еще сейчас прочитаю. Ирина Фильцина пишет. Есть, пишет она, история с ночевкой. Сам просил. В скобочках. Читай пьянкой и вакханалией. Я читаю слово вакханалия правильно. Ну, то есть, как я понимаю, да? Уже интересно. На Киевском вокзале. Было-было. Толпой почти в 60 человек и ребятами из группы «Ёж». Было и грустно, и весело. Но запомнилось надолго. По скриптум. Самый крутой выезд в Минск. Слушайте. Ты просил истории. Люди делают намеки. Где история? Давайте я расскажу. Так тебе-то альбом не нужен, у тебя он есть. А люди-то... Вот, друзья мои, в данном случае Ирина, вопрос-то был в том, рассказать историю. Как это все... Пацаны вон про черепки и про воду рассказали конкретно. Курите? Нет, на воду пей. А вы что намекаете-то? Вы рассказываете, что там за вакханал? Она намекает на то, что в этом году мы снова едем в Минск. 16-го числа у нас будет концерт, и мы снова собираем большой автобусный тур. Дипломат, блин. Ну вот, да. Надо правильно влезть с рекламой. Но у нас получилась такая ситуация, что те люди, которые должны нас были везти, они перепутали. То есть не 21-го в 23.00, а 23-го в 21.00. И мы звоним, а они как бы... Мы там из Ярославля едем. Соответственно, нам пришлось переместиться на Киевский вокзал. Тусовка, там просто люди со всей России поехали. У нас было 70 человек. Напишешь, 60? Ну да, 70. Ну там, да, как бы. Вот. И... То есть всей вот этой тусовкой мы переночевали, стали действительно настоящей New York Family. А где вы, извини, ночевали тусовкой в 70 человек? На Киевском вокзале в зале ожидания. А в зале ожидания? Да, сначала нас полиция даже пускать не хотела, но они просто поняли, что это бесполезно. Вот. И, ну, в общем, в итоге мы дождались автобуса, доехали до Минска, отыграли крутой концерт. И, несмотря вот на такой вроде лютый косяк, да, людям, на самом деле, это настолько запомнилось, и все уже просто спрашивают, что там, когда в следующий раз в Минск едем? У нас, на самом деле, в Минск... Надо ехать, секундочку, 21 в 21.00, чтобы было. Чтобы уже точно не успели крутить. Извини, не-не-не, подрядчики сказали, что точно в этот раз мы не накосячим. То есть, вот прям много раз переспрашивали. На самом деле у нас каждый вот выезд, это будет уже сейчас третий, да, вот у нас что, первый был с приключениями, там, Саня нам помог с этим приключением? В смысле помог? Накрафтовал там. Накрафтовал, да. Да, он решил нас барменом заделаться. В итоге весь автобус... А он хочет альбом получить? Пусть расскажет историю. Саня, расскажи ты. Ну ладно, я закончу, а он про эту историю. В общем, первый раз мы там с алкоголем немножко боролись, второй раз мы боролись с какими-то карманниками, ментами на вокзале и со всем еще. Но и первый, и второй раз все прошло вот на концерте. Мы туда приехали огурчиками, было все очень круто. И все были довольны. Да, дипломат рассказал мягком. Значит, а вот Арсений Попов. История пишет он. Как-то общались с Димой, и я ему сказал по секрету, что скоро стану отцом. Ну, я так говорю, лет через пять. Нет, скоро стану отцом. И он предложил стать крестным. Димка сдержал обещание. Во вторник стал крестным моего сына. Крещение отметили на ура. Это в этот вторник, что ли? Да, да, вот. Только прилетел. Так ты крестный папа? Да. Ё-моё, да где ваши аватцы это? Где ваши аватцы? Мне своих трех мало. Я просто чужих детей крестить начал. И теперь Ер Шевелит не просто хэштег в Инстаграме. Поскриптуем. Дима, твой крестник очень внимательно смотрит эфир. Передай ему привет. Как зовут крестника? Пётр. Привет. Сколько времени Петру? Ну, два с половиной месяца, три. Ну, Петру, уважен твой привет сейчас, да. Но в любом случае ты... А сколько у тебя крестных детей? Пока один. Пока один. Но он уже разместил там хэштег у себя. Крещу детей недорого. Ты смотри, как он быстро... Куй железо пока. Пока горячо. Молодец. Андрей в группе занимается финансами просто. 46-47. Это короткий номер для ваших смс. К своей пробелу. Дальше ваше сообщение. Вот, например, смс. Все ваши песни про себя? Или всё-таки про какого-то лирического героя? Ну, я думаю, что... И про себя, и про лирического героя. Да, потому что в любом случае... Ну, ты как бы и себя ассоциируешь зачастую с каким-то лирическим героем. И в лирических героях зачастую находишь самого себя. Вот. Вот такой вот интересный ответ будет. Вот ещё одно интересное сообщение. Да что ж такое? На смс-портале, кстати. Доброго времени суток. Ехал в машине. Играла песня Сит и Нэнси. Остановили доблестные гайцы. Когда подошёл гаишник, я открыл окно. То как раз заиграла строчка пустые банки пива, марихуаны и гашиш. Гаишник посмотрел. Вздохнул. И сказал, езжай давай уже. Езжай. Своё радио с днём рождения. Всего вам самого наилучшего. Спасибо, только вы не подписались. Я не знаю, кому сказать спасибо. Ну, в общем, удачная фраза. И вовремя самое главное звучало. Предъявите 5000 рублей. Что дальше-то будет? Какая песня? Следующая песня для девушек. Ну, в принципе, для девушек. Для влюлённых пар. У нас таких песен мало. Вот я и удивился. Да, одну всё-таки мы решили. Ну, там парочку, да, у нас всё-таки есть на новом альбоме. Растирайте. Да. Как называется? Она называется «Любовь и панк хардкор». И она у нас достаточно ностальгическая. Она про то время, когда мы ходили на концерты в клубы «Точка», эстакада. И летними ночами вот всякие панки после концерта зачастую влюблённые, окрылённые, возвращались домой. Это смотрелось очень мило и здорово. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня идёшь. Поехали. Сперые улицы Заняли всё о тебе. Красная сырость В чёмах под стол Шум пьяных улиц и грязь Мимо проносит Расслитая жизнь Как быстро смеять. Красные кеды, синие волосы, в сумке бутылка вина. Потёртые колготки, помада размазана, зато как прекрасна луна. И пусть рассуждающие, взглядом прохожие, смотрят на нас высоко. Зато как ладоням прилипли смартфоны, а в моей лежит твоя рука. Любовь и панк-харт-кор Объятия и шипы Любовь и панк-харт-кор 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 Объятия и шипы Набиты черепа А у неё цветы Амур был сильно пьян И лук его нашёл Нашивку райси-гейм Любовь и панк-харт-кор Ёрш Сегодня в программе «Живые» В продолжении Нашего сегодняшнего праздничного музыкального марафона Вот Алексей Степаненко На мой взгляд, не знаю, как вам, но мне понравилась эта история Как мне кажется, один из претендентов Как минимум Смотрите, а у меня с Ёршами такая история связана Как раз появилась весна в Освенциме Там, где вместе с чайником Меня проняло до дрожи Я всё пытался найти текст именно на украинском Я хоть наполовину хохол, но язык не очень хорошо знаю И тут я попадаю на концерт операции «Пластилин» И надо же! Там сокол в гостях Ну, и за кулицами я и спросил Где текст-то надыбать? На что получил лаконичнейший ответ У чайника? По скриптуму текст сядки нашёл Ну, я потом тоже выучил его, на самом деле Да, я тебе верю На самом деле, я его знаю теперь даже лучше, чем Андрей Это такая тоже интересная история Отдельно там Да Значит А, ну да Читаю сообщение Сазанова Ну, ему повествование Ну, расскажи что-нибудь Ну, даже не знаю Может быть, ребята что-то расскажут Я всё болтаю, болтаю целый Действительно Ну, выстроить какое-нибудь повествование Выстроить какое-то повествование? Ну, да Ну, у нас есть, например, следующая песня Которую нам хотели посвятить нашим друзьям Вот И которые не могут слушать сегодняшний эфир Они не смогут никогда уже не прийти на концерт Мы их всё равно любим Помним Будем по ним скорбить И они всё время будут рядом с нами И это одна из тех песен Которая, ну, нам всем Наибольшая, наверное, дорогая Из нашего творчества Спасибо, стройно Какая песня будет Это вот будет чуть побольше Да, попозже Когда мы вопросики почитаем Но я думаю, все уже догадались Поэтому делайте приёмники погромче И, соответственно, готовьте ведро, чтобы рыдать Угу Всё? Фаера, да И фаера обязательно Не-не, ты сейчас будешь что-то ещё говорить? Пока всё Всё, спасибо большое Выстроенное повествование Я для Сазанова это сделал Человек просил, чтобы, наконец, сокол выстроил Выстроил, да Значит, с днём рождения Пишет Светлана Бетехтина Единственная радиостанция, которую мы слушаем Спасибо вам большое Ёршам привет из Омска От родителей Егора Тебе тоже Угу Андрей втихаря сунул ребёнку медиатор Теперь Егор ни за какие плюшки Не хочет с ним расставаться А по дороге на концерт 11 октября Мы столкнулись с трамваем с гопником Но всё равно приехали вовремя Это, я вам скажу, похлеще будет, чем И он дал две бутылки воды Без газа и с газом, да Практически Кто такой Егор, вы помните? Андрей, ты помнишь, кто такой Егор? Ты втихаря сунул какому-то Егору Да, я помню, на самом деле, мальчик был Я, да, действительно, я подарил медиатор А зачем? Ну как, ну, когда приходят с ребёнком всё-таки на рок-концерт Мне вот кажется, что это в любом случае похвально То есть родители приучают своё чадо к живой музыке Ну, просто вот к живой музыке Не важно там какое это направление, какой это стиль Вот просто живая музыка Ну, и как бы, чтобы этого пацана прям вот вообще подсадить Вот на тебе вот такой презент Который прилетел там за... Большой мальчик-то? Не-не-не, маленький Ну, лет, наверное, 9 он был Ну вот, пацан теперь не расстаётся с ними, ты понимаешь? Вот, я не знаю, ты знаком с мамой этого мальчика? Нет Может, у него папы нет? Понимаешь, что ты сделал сейчас? Ты взял мальчику, втихаря сунул медиаторы Теперь пацан на эти медиаторы смотрит как на подарок от большого, сильного мужа Ну уж папа Простите меня, я больше не буду Да Вот Светлана сейчас... Кстати, будет очень любопытно, если через 20 лет этот мальчик на каком-нибудь концерте Расскажет эту историю Уже будучи сам музыкантом, вернёт ему этот медиатор Вот это будет рамки Хотя бы один из двух, да Нет, на самом деле забавная, правда, очень милая, трогательная история, что очень важно История от Вячеслава Ткаченко, это мы из СМС-портала читаем История не связана с группой Ёж Вопрос, зачем? Был студентом, поехал на выезд по футболу с другом на Спартак во Владимир 9 сентября В кармане было 500 рублей В итоге вернулись 18 сентября в Москву из Тольятти Посетив попутно Казань и Нижнекамск Ехали на попутке с дальнобоем Огнеопасно-газ Было весело и прикольно Вернулся домой с теми же пятью сотнями в кармане Гениально! Мне кажется, у нас сегодня вечер удивительных историй По-моему, гениально Вот мне интересно, как из этого выстроить историю теперь Чтобы стало понятно, как её привязать к группе Ёж Но вы могли бы дописать, не знаю, как его зовут, что в это время В машине, у водителя Играла пластинка группы Ёж Газ Главное здесь, Газ Например И тогда, глядишь бы, что-то бы выиграть Я, конечно, не призываю вас привирать Но хотя бы как-то так вот приукрасить чуть-чуть Было бы можно и ребятам было бы приятно, правильно? А вот человек рассказал о том, как он ездил на выезд по футболу На выезд по футболу, а история не связана никак Давай петь будем Давайте Какая-то грустная история Ну так что, и грустная песня Человек уехал с пятью сотнями и вернулся А какой смысл? Уехать и с теми же деньгами вернуться обратно Чё ездил? Ну надо на самом деле, да, либо больше привезти, либо в долги влезть Либо это футбол любительский, либо он просто так катался Как будет называться? Слушай, а я не знаю, как вы планировали свою программу на самом деле Может быть, я сейчас влезаю в святое Но откажись, если что Но мне бы хотелось, чтобы сейчас, для того, чтобы каким-то образом народ Ну совсем подогреть, спеть бы песенку Из премьерного пула, которая сейчас идет в эфире С Вевера Нет? Чего нет? Чего нет-то? Чего нет-то? Давайте споем А чего нет-то? Ну она же уже теперь, она же раскрученная песня Ее же теперь поют, народ поют ее Так я тебе скажу, что ее еще и там поют Везде поют Да Конечно, и там, и тут И даже, если так, на огне опасно газ, скорее всего, могут петь Легко Песня-то, дай бог, какая зажигательная Но ты помнишь, да, про 12+, Как-нибудь так Ну там есть одно местечко Я даже опустил это место, пустил в эфир Но кто знает, может быть, ты как-то Ладно, думаешь? Короче, на, еще и скорее пой Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня, Йорк, поехали Мои песни ставят на радио Камера, что не фарма слишком тяжелом К перегруженным гитарам, у них антипатия А все новое их слушает, сам патлон Говорят, давно бы спел с кинчевым дуэт Да в друзьях ему набился, а пуше давно Или в реан проверни за столько лет Записать шерчком кавер на кино Говорят, что ты поэт, мол, прямой такой Кирпичом в окно Арматурой в мысли Русский человек любит течь простой Чтобы смысл был в поиске смысла Что ты навалил пентатоники Ну зачем тебе слеп с аккордами АМ, СДМ, ну и можно же Чтоб на кухне петь с пьяными мордами Здесь только белый снег Здесь только серый лед Полковника никто Не любит и не ждет Все в кавань корабли Про осень мне споешь По солнцам золотым В моих руках уснешь Орду без сагараж Еще 30 лет Орду без сагараж Шай, 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 шай Больше песен про родину, осень и ночь Про сенью родину ночью Вот радичный текст и припев точь-точь Как у Цоя здесь такое котирует дочь Чтобы песня пацанам зашла во двор Надо выкрутить ревермирации Сразу нет всем окончанием на гор Даже гранж попадает под санкции Пусть на западе рубят металлики Стадионы гремят пазлит нотами Ритуально на наш русский рок С его вечными темами нотами Что-то свежее в рай стабильности Новый саунд нашел извращенство Русский рок это самый стильный стиль Так зачем нам менять совершенство? Здесь столько белых снег Здесь столько серый лед Полковника никто Не любит и не ждет В тех кавань корабли Про осень мне споешь По солнцах золотым В моих руках уснешь Б HTP Сляvoy Парни за гараж Жуй Жуй Ещё тридцать лет Жуй Жуй Парни за гараж Жуй Жуй И теперь вместе белый снег, серый лёд, белый снег, Белый снег, серый лёд, белый снег, серый лёд, белый снег, Серый лёд, белый снег, серый лёд, здесь вечно тает лёд. Человек далёкий от музыки и далёкий от понимания радио. Не поймёт, о чём речь, но поржёт. Те, кто понимают все тонкости и детали, исключительно радуются. Ну, стоит ещё отдать должное, что эту песню мы написали совместно с Кэшем из группы Слот. Вот. И он, как бы, принимал участие именно в написании текста, да, в его редактировании. И, то есть, это такая, ну, совместная работа получилась. То есть, идея, так понятно, что, как бы, моя была, она витала в воздухе, но он добавил туда нескольких таких хороших, острых выражений. Что, говорят, на нашу взяли даже песню? Ну, она, да, там пару раз её прокрутили. Ну, то есть... Мы же не поняли, о чём речь. Они в ответ нас тоже, как бы, там, ну, подкололи там. Потролли? Пару раз, да. Ну, понятно, наверное, наверное. Самое интересное, что мы вот сейчас играли тур на Сибири и на Урале, и везде, где было наше радио, то есть, нас всё время приглашали туда. Про эту песню говорили. Ну, в том числе. Типа, чем вам так не нравится? Ну, ведь, нет, кстати, в регионах-то они, как бы, поддерживают. Ну, там всё понимают, да. Но в регионах не столько бизнеса, ну, там другая история. Ладно, это отдельная тема, ну, и чего её пинать теперь-то уже, эту историю? Как было 40 групп, так и останется. Это уже традиция. Там, я имею в виду, где белый снег. Значит, отличная группа. Вот мне дальше очень сравнение понравилось. Что-то между сектором газа и металликой 1986 года. Как вам? Сложно представить. Сектор газа, металлика. А на самом деле, недавно обнаружил для тебя, что последние 9 лет у меня в плеере всегда есть песня группы Ёж с последних альбомов. Когда я слышу, как многие уважаемые люди говорят, что группа Ёж в своём творчестве очень сильно развивается, ну, значит, и не только один я это заметил, и идёт вверх, то это говорит о том, что и я развиваюсь, отчего группе большое спасибо за самоуверенность. Ну, человек написал так. Ну, то есть он уверенности прибавляет себе. И вопрос, кто писал рифаки из последнего альбома? Это Анриэл просто, работяга из Москвы. Так подписано. Да вместе все как-то стараемся. То есть это коллективная работа, нет никого, авторства никого. Ну, в общем, это Анриэл. То есть зачастую бывает там, к примеру, Андрей. Придумает какой-то риф. И, соответственно, вместе на нем работаем. История про группу. Провожал ребят из Барнаула в Томск на поезде. Так, вспоминайте, кто вас провожал из Барнаула в Томск на поезд? Провожал мальчик. Если мальчик. Ну, да-да. Ну, да-да-да. Было дело. Так вот, помнишь, да? С медиатором. С медиатором? Так вот, чуть не опоздали на поезд из-за того, что буквально за несколько минут до отправки потерялся сокол. И главное, сокол-то больше всех помнит об этой истории, хоть он и потерялся. Оказалось, он решил пивка в дорогу взять в поезд. Затем проводница не хотела пускать в поезд с пивом. Что в итоге-то? Пиво выпили? Так я не себе брал. Я проводница. А она в курсе была, что ты ей пиво купил? Да пустили, пустили, конечно. Все нормально. Значит, в принципе, все сложилось. Но это вот история. Вы сами выбирайте себе, какие истории вы будете награждать. Вот еще одна история, тоже на СМС-портале. Было давно. Поругался с девушкой. Поставил песню «Твое мнение» на загрузку и ушел в душ. Вернулся из душа. На ноуте поет эта песня. А девушка закатила очередной скандал. Якобы я специально включил эту песню и ушел. А как песня сама выключилась, не знаю. Еле уговорил, что я не специально. Ну, бывают такие вот, как случаются иногда в жизни. То есть, получается, где-то вы даже... Ну, девушка не очень, видимо, была образована в музыкальном плане. Поэтому расстроилась. Песня хорошая. В этом году я была шесть раз на концерта группы «Еж». Вопрос. Почему «Талисман» посещает только московские концерты? Екатерина Цыганкова пишет. Вова, ответь, пожалуйста. Вова, ты в студии встань, отрыви свое тело бренное. Катя, ну семейная жизнь, она такая. Пока пауза. В семейной жизни? К сожалению, да. Жена не пускает на концерты с сыном. Вот вы видели бы этого человека. Этого человека жена может куда-то не пустить. Надо к счастью говорить. Катя, обязательно увидимся. Приеду везде, где смогу. Жена слышна сейчас в эфир? Я надеюсь. Хорошо. А Катя в курсе, что жена слышит в эфир? Я надеюсь. Все все в курсе. 46-47. Это короткий номер для СМС. Квашка свои. Пробел. Дальше уже, естественно, все, что хотели бы сказать коллективу. У нас 4 минутки до конца первого часа. Программа «Живые». Давайте что-нибудь закатим на это время, чтобы закрыть час красиво. Ладно, что это будет? Все панки попадают в рай. Вот оно. Вот это один из самых главных хитов группы «Ёж». Кстати, тем, кто говорил, что не знает коллектив, уверен, эту песню вы знаете точно. Погнали. Знаю точно. Где ответы на вопрос искать? В какой траве себя найдем, когда придется застыпать? Осенний вечер. Осенний вечер. Холодный вечер. Октября. Цепь разорвал зимных оков. Ту, что держала здесь себя. Цепь разорвал зимных оков. Цепь разорвал зимных оков. В две банки попадают в рай. Дружище, тебе я правду говорю Возьмем с тобой попивусь, пигарет отыщен Мы тоже будем там, ведь все мы списаны в раю Я знаю, страшно, когда уходят в никуда Пустая станция, метро, прыжок и влажные глаза Но там на небе, все те, кто дорог и любим Герои прошлых лет нас ждут И мы уже стремим, вдохнем Герои прошлых лет нас ждут Все панки попадают в рай Дружище, тебе я правду говорю Возьмем с тобой попивусь, пигарет отыщен Мы тоже будем там, ведь все мы списаны в раю Дружище, тебе я правду говорю Все панки попадают в рай Дружище, дружище Тебе я правду говорю Возьмем с тобой попивусь, пигарет отыщен Мы тоже будем там, ведь все мы списаны в раю Все панки попадают в рай Дружище ЖИВЫЕ Ну вот мы вернулись в студию Снова здесь группа Йорж Не хотят уходить Но это и хорошо Потому что сегодня действительно большой праздник И у нас три года станции И у группы Йорж презентация нового альбома Альбом, который, собственно, сегодня Сквозь ему называется альбом Который сегодня они Песни с которого, вернее, они сегодня исполняют Ну, понятное дело, что не только их Но и некоторые свои старые, добрые, уже полюбившиеся хиты С чего начнем этот час, скажем? У нас, кстати, есть еще такая добрая традиция Что мы постоянно презентуем новый альбом На день рождения станции Ага Вы подгадываете То есть третий год уже подряд, да У нас то на открытии, то на день рождения Это очень круто Такие совпадения случайными не бывают Что будет за песню сейчас? Песня «Власть» Окей Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня группа Йорж Погнали Из черной-черной резины сделана власть Она сделана из ментовской дубины Из кредитного рабства и ипотек Она сделана из цен на бензин В итоге приняли мы свои пустые мечты Реклама, первый канал, квартира, машина Вставать пять часов и снова тяжестьяков Кредиты, карты, кварплата И нашу школу сыну Не поняли как Попали в этот бросак Все вроде как у людей Но паршиво в натуре В газетах, кино Все хорошо, хорошо Но что-то гложет внутри Что тебя обманули Я знаю, как сделан закон Чтоб оставался ты дураком Из черной-черной резины сделана власть Сделана власть Она сделана из ментовской дубины Из кредитного рабства и ипотек Ипотек Она сделана из цен на бензин Уже не знаем, кто мы Кто он, кто я, кто ты И только маски вокруг Это даже забавно Только в метро тебе уже все равно Привыкнет ровка всему А холопы подавно Небеса за спиной Но чувствую я порой Что приковано к земле Басука, свобода Работа и власть Охота просто пропасть Но пристально нас спасут Наши слуги народа Я знаю, как сделан закон Чтоб оставался ты дураком Из черной-черной резины Сделана власть Сделана власть Она сделана Из ментовской дубины Из кредитного рабства Ипотек 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 Она сделана Из цен на бензин Я знаю, как сделан закон Чтоб оставался ты дураком Из черной-черной резины Сделана власть Сделана власть Сделана власть Она сделана Из ментовской дубины Из кредитного рабства Ипотек Ипотек Она сделана Из цен Она сделана Из цен Она сделана Из цен На бензин Бензин Молодец Молодец Честно, конкретно Кстати, песня очень хорошо на бэк-фестивале заходит Про цену на бензин Она везде должна хорошо заходить Мы тоже за честный подход Смотри Очень многие люди путают политику с социалкой И когда люди говорят Группа Нифига подобного Социальные проблемы и политические вещи совершенно разные Далекие друг от друга Непривычно видеть ребят без движухи и угара Сокол лезь на стол и прыгает в толпу Я не знаю, кто пишет это сообщение на смс-портале Это, возможно, человек имеет в виду концертное выступление коллектива В студии, в радио, ни один стол еще не был с Соколом Кстати, слава богу Поломан Здесь он ведет себя очень прилично и достойно Как положено нам вести себя в эфир радиостанции Тот же все понимает Он же в прошлом банковский работник Ты не вернулся в банк обратно? Нет Я уже ушел еще один раз Нет, я к тому, что в принципе Группа сейчас позволяет себе жить нормально Зарабатывая денежку уже на концертной деятельности Ну, скажем так Давай не ври Как бы на вискарик и суши хватает Ну и то хорошо 46-47 Саи, пробел, дальше ваше сообщение Это и вопросы могут быть Кстати, напомню Сегодня ершевцы разыгрывают призы Причем призы замечательные, надо сказать Три билета 9 декабря А что я за тебя? Давай рассказывай сам Да Три билета Ну, сначала, то есть у нас будет скоро Две таких, наверное, самых больших презентации Помимо нашего основного тура Это 5 ноября мы будем в Санкт-Петербурге в клубе МОД играть Большой, очень крутой концерт И 9 декабря в Москве В клубе Бруклин Холл Вот в Москве, кстати, мы сегодня немножко там подбили Что у нас там по билетам Вот, ребята, рекомендуем вам вообще не тянуть Потому что есть риск, что там за 2-3 дня до концерта вообще билет закончится И именно поэтому мы решили сегодня их разыграть Круто, ну да, выгрузка Молодец Составь, да, как бы сложное предложение Молодец Вот И То есть сегодня за 3 самых интересных вопроса Мы просто подарим 3 билета Ну, то есть каждому человеку За самый интересный вопрос Да За каждый интересный вопрос получаешь билет Если вы расскажете какую-то историю Связанную либо с группой Йорш Либо, соответственно, ну, связанную вот с музыкой группы Йорш Там, что у вас в жизни случилось Ну, были уже какие-то истории Какие-то запали уже за первый час сознания Ну, да, вот про Есть, да, понял Все, не говори пока Не надо пока То вы получите билет и диск Ну, то есть комплект получается Да, комплект Билет и диск вместе И на концерт сходите, еще и диск у вас будет Да, и в ходе, как бы, диалога, обсуждения Мы решили, что не только москвичи могут себя порадовать Данные замечательным комплектом Вот На замечательную группу Но и если, как бы, жители Санкт-Петербурга тоже Что-нибудь такое интересное придумают А им тоже есть что вспомнить Ты уверен в этом? Ну, да, конечно Ну, да, извини То, соответственно, в Питере мы тоже придумаем аналогичный приз Чудненько Ну, я сейчас пытаюсь тоже Юля, я думаю, тоже старается найти какие-то интересные вопросы Истории уже были И я даже заметил Ну, вернее, не я Это Сокол уже повторил Что он уже какой-то из историй для себя подметил По-моему, одну ты сказал, да? Или все-таки? Не знаю, но, как бы, я думаю Ребята тоже все-таки подметили Да-да-да Вот, в любом случае, вопросы еще нужны какие-то от вас Такие прям, чтобы их ковырнуло их Чтобы они сказали Вау! Вот за этот вопрос мы готовы отдать билет Вопрос к подруге Андрея Очаровательной Александре В Орехово Можно же? За этот вопрос, короче, в черный список вносим Нас сразу Никогда на концерт не попасть Нет, тут я так глазом пробежался Ничего такого особого порочащего тебя лично нет Или ты не об этом печешься Значит, в Орехово-Зуево на неком фесте Где была эта пара Красивая, надо заметить, пара А самой группы почему-то не было А, понял, да Я сообщил ребятам, что на Доброфесте На Йорши не попадут Так как друг-гад затеял на эту дату свадьбу На это Александра сказала Что и она тогда не поедет Вопрос Обещание Выполнила? Она не помнит, куда Она не поехала на свадьбу К этому другу Так о чем речь? Я так и не понял Ну, в общем, какой-то парень подошел Увидел нас там, поздоровался И говорит Ну, вот на Доброфесте, к сожалению, не попадаю Из-за того, что мероприятие у какого-то друга Ну и Саша в шутку Эх, раз ты не поедешь Тогда я тоже не поеду Ну, Сашка, конечно, поехал У нее выбора не было Ну, не на свадьбу Лида Волкова Это я сейчас чат читаю на сайте Чуть не подралась в очереди В гардеробе клуба «Зал ожидания» В Питере После рок-елки Услышала, что Дима Вышел из клуба Сразу же забила на выяснение отношений И побежала на улицу Там Дима с нами пофоткался Спросил, где можно купить Поесть? И вместе с нами, как ни в чем не бывало Пошел в магазин Там точно про поесть Заметьте, поесть Поесть Поесть? Поесть, да А ты спрашивал о чем-то другом? Нет, ну, да Был такое Я иногда ем Тут кто-то тебя благодарил Для разнообразия Твердую пищу тоже принимаю Кто-то тебя благодарил За то, что ты человека присадил На вегетарианство Ну, был у меня опыт На самом деле Теперь ты уже этого не делаешь А человек уже не ест мясо Ты понимаешь? Ну, да Ну, вот и все Не, на самом деле В любой системе питания Можно найти все хорошее Главное относиться к этому с умом А не так вот, типа Я веган Потому что кто-то там Из музыкантов веган И давай там Замороженные грибы есть Ну, условно говоря Или не замороженные Кстати, вкусная вещь грибы Надо тебе заметить Ну, да В любом виде, кстати Поэтому Как бы в любом Можно найти что-то хорошее И вот интересно У меня был такой эксперимент На страничке Даже можно Соответственно У меня найти это У меня тогда вообще прям взрыв Какой-то был Вот этих комментариев Вообще всего Да Я каждый день Ну, там практически Каждый день Описывал там Свои ощущения Либо какие-то интересные истории Про все это Ну, невозможно Всю жизнь просто стебать Как бы Надо же и попробовать Ну Вот И да То есть были люди Которые Ну, подходили ко мне И говорили Вот мы То есть тоже решили заняться Ну, это в основном были люди Там с лишним весом Как бы И они меня сейчас благодарят За то, что Ну, вот благодаря этому Я их поставил на путь Того, что вот То есть ты уже этим не занимаешься А они все еще продолжают Ну, не знаю На самом деле Надо поинтересоваться Вот Может и занимаются Они просто не знают Что сокол же бросил Зря я это сейчас ляпнул Блин Николай Горбунов пишет Благодаря группе Ёрш Мы с братом стали ходить на концерты Год назад Послушав эфир с Ёрш Захотел их увидеть живьем Вот беда Эфир был после тура по Уралу А сам-то я из Перми Расстроились Но желание осталось В итоге пошли на порнофильмы А на Ёрша я в этом году Все-таки попал Это был самый натуральный Трэш и угар во всем Это и помещение Атмосфера В общем, мечта сбылась Жаль, брат прийти не смог Лежал в больнице Ну, бери брата И 9 декабря Бери, он сам может пойти Он уже вышел из больницы, я полагаю Соответственно Казалось бы, простые панки Секс, наркотики, рок-н-ролл Где Андрей это услышал? Ну, и пели бы себя об этом Думаю, послушаешь Ёрши, господи А тема-то для песен актуальная Вот я только что об этом сказал Чуть раньше, что социалочка Очень важная вещь Проблемы власти Актуальной проблемой Станут не только они Сильно Каждый раз включаю ребят в плеере Просто кайфую И задаю И заодно узнаю новости То есть Вы новостная группа Ты знал об этом? Вы сообщаете новости На хайпе же у нас есть песни Стараемся тоже Андрей включает песню группы Ёрши Новости узнает Выборы скоро Круто К примеру Да Какая песня дальше будет? Скажи мне, пожалуйста Про выборы Не, не, про выборы Там просто слово выборы Горитма другая Депутаты Это нельзя Молодцы Мы понимаем Но нельзя Ну что за песня? Ну песня, посвященная нашему Ну как бы вообще в принципе Ёршовскому движению Мы не знаем сами почему Эта цифра стала как бы Значимой для нас всех Но Эта песня называется 26 Она именно про всех друзей И про фанатов группы Ёрши Хорошо, как всегда Живой звук в программе Живой Ёрши здесь сегодня Поехали Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их было 26 Отчаянных парней И каждый мил готов За друга спуститься Стать плечом плечи Против десяти чертей Пока течет Павел Укроп И в сердце может биться И было 26 И стереком давать бур Огонь в рули И хищный взгляд Асколбану в инфидру Нельзя спокойно жить Вся жизнь пошла хардкор Со способом пой Каждый обман Играл в лихие игры И если в сердце 26 То обстоятельства ТЕБЯ НЕ СНЕСТЬ Их было 26 Но вот один упал И снова не имя сна И стоя на коленях Он был, наверное, лучше всех Хотя еще так мал Исчел в этой броте системы И в ее стихлении Их меньше половины Но каждый раз пою И оставляет чувства лично Что она прикрывает спины Как будто 26 Опять стоя в строю И поют в браке Как мокрые горшки из глины И если в сердце 26 То обстоятельство ТЕБЯ НЕ СНЕСТЬ Наши острые порохи есть Если в сердце 26 И если в сердце 26 То обстоятельства ТЕБЯ НЕ СНЕСТЬ Наши острые порохи есть Если в сердце 26 И вот стоишь один И крепко держишь флаг Победись жизнью, но живой Не ведая испуга Один в поле не воин Я стал один дурак Наверное, он не знал Что значит вера в друга 26 26 26 26 26 26 Я не знаю как вы Классная песня, но я сейчас не об этом Я бы отдал сейчас приз Владимиру Корсаку Потому что я прочитал его сообщение В чате на ютюбе Он смотрит картинку Видит все происходящее в студии И пишет Ничего себе, мужик на стуле изменился за 5 минут Если вы помните, кто сидел на том стуле В первом части программы То для товарища Корсака это был удар Я так полагаю, ниже пояс, неожиданно очень Шучу, конечно Вот вопрос, кстати, сказать Александра, она даже подчеркивает Что это вопрос на конкурс Вопрос на конкурс Зачем Исаев подклеивает тарелки скотчем? Александр, расскажите Всем интересно Зачем ты, Олег, сбрил Исаев Зачем ты, Володька, не помню На самом деле это давняя история Она тянется с еще прошлогодних туров По Уралу В общем, когда мы приезжаем В какой-то клуб Они, на самом деле, не такие большие Как летние фестивали И московские концерты, например Проходят Все звукорежиссеры говорят Железо сыпет Сыпет, да Звукорежиссеров нет Фейдеров-то на пульте Они не умеют прибирать Частотки Ну, вопрос Я, конечно, ругаюсь И приходится подклеивать Каждый раз железо Чтобы она не так сыпала А теперь скажи мне честно Ты сегодня тоже их подклеивал? Это стура еще осталось Ты сейчас извинился перед нами За то, что Ну, ты сказал, что Эта стура просто осталась Это осталась Ты это не специально сделал Не специально Могу снять? Оставь уже Перестраивать придется Звукорежиссер программы Живые Сергей Егорев Ваши овации Аплодисменты За тот звук, который вы слышите Все, как всегда, прекрасно Спасибо, Серега, огромное Ну Кстати, скоро будет новое железо По секрету Которое не сыпет? Которое Будет, наверное, сыпать еще больше Ну, мы подготовимся к этому, я полагаю Оно будет индивидуальное Оно будет сделано только для меня Опа По индивидуальному дизайну С индивидуальным дизайном Именно прям То есть, ты себе заказал ромбовидные тарелки Из скотча Да Ну, кстати, хорошая идея Хорошая идея Можно попробовать Что такое индивидуальный дизайн в области тарелок? Круглая Я думаю, в следующий раз придем Я расскажу, что это такое Ты пока не можешь сказать Даже ребята не знают Ты пока не можешь сказать эндорсером, чего ты становишься Да И, кстати, мы Саше не сказали Но вот сегодня я хочу открыть тайну Эндорсером ты не будешь Мы подали специально, как бы для тебя К новому железу, да Заявку на эндорсмент завода изоляционных материалов Гордо череповец Армированный скотч, да? Где производят Дрем, который, да? Да, да, да Так, чтобы твои заказные тарелочки заказным скотчем подклили В Лерайберлен Кстати, шутка, шутка Это мой клиент, не надо А между прочим, почему нет? Ну, музыканты же пользуются Барабанщики, которые пользуются скотчем Почему нельзя стать эндорсером скотча, например? Только Алкозельцер Это уже другая тема Только Red Label 4647, это короткий номер для СМС Свои, пробел, дальше ваше сообщение Ну, и хотелось бы, чтобы вы подписывались Потому что очень хочется знать, как зовут человека Который пишет сообщение Иначе получается, как с инкогницией С кем-то общаешься Вопрос Еще раз надо напомнить А, кстати, ничего не появилось у тебя? За вопросы какие-нибудь уже, может быть, мысли появились? Или вы потом после эфира будете все перечитывать? Чтобы определиться с победителями? Ну, я думаю, вот и мне, и ребятам запомнились какие-то вопросы Потом в конце уже, да, поговорим? И мы, да, уже, я думаю, прямо перед последней песней А то люди сейчас... Про железо Да, а то люди сейчас... А, то есть тебе уже... Да, да, да Это потому что было фраз к тебе Я понимаю, да И, соответственно, как бы, ну вот А то люди сейчас получат билет и выключатся Представляете, как обидно будет? Вот так ты относишься к своей музыке, значит Прямо вот перед последним аккордом Да люди дрожат от ужаса, что скоро закончится все Чуть больше получаса осталось Ну, чтобы вы не дрожали, у нас в сообществе есть график тура Приходите, подражим вместе, но уже на концерте Ну, давай, еще одно сообщение прочитаю, а потом петь будешь Я вернулась, пишет Ангелина Семенова, куда-то уходила Моя мини-история о том, что я запомнила на всю жизнь походу Запомнила, где делают тетрадки Играя с соколом в городе в поездке в Минск А что это за история? Ты рассказал девушке, ты наврал девушке, где делают тетрадки? Я, кстати, не помню, о чем здесь речь А Ангелина помнит А, судя по всему, в Архангельске, да? Ну, наверное Ангелина, продолжите мысль Вот она пока не продолжила, я пока тоже не понимаю, о чем, собственно, речь Видимо, человеку было интересно узнать Да, речь о том, что Дима очень часто в дальних поездках всех одолевает игрой в города Подожди, ты знаешь эту девушку? Ангелину? Да Да, знаю Не, ну, как бы история-то не об этом Ангелина, она просто один из эпизодов застала, когда Дима А кто это, скажи мне, прежде всего? Ну, просто знакомая группа Ну, просто поклонница коллектива Да А, все, ну, я думал, может быть, менеджмент Не, 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 не Хорошая подруга Да, подруга группы И Дима часто в дороге, вот, в поездках в этих, ему нечего делать И он начинает ко всем приставать Давайте поиграем в города, вот это вот там, на последнюю букву Называешь следующий Интеллектуал, блин, да? Да, 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 да И вот, видимо, в один из таких, вот, он сказал ей, в каком городе тетрадки-то делаются В Архангельске В Архангельске? Да Угу И человек встал, впал в ступор Теперь зато она запомнит, где делают тетрадки Это очень важная информация для Ангелина, я полагаю Жизнь утверждающая То есть она определяет жизнь теперь этого человека Она знает, где делают тетрадки А представляете, вот, будет такой, например, случай Идет себе Ангелина после какой-нибудь вечеринки А подходит к ней такой милиционер С двумя бутылками воды И резко задает вопрос Где делают тетрадки? В Архангельске На Все, трезвая Арина Колобова, еще один, значит, вопрос, судя по всему Там их два, по-моему Ребят, привет, как вы думаете Когда-нибудь у вас появится песня, которая перекроет Перекроет песню «Мертвая шлюха», которую каждый концерт толпа просит исполнить И был ли концерт, где эта песня не упоминалась? Таких концертов было много, и слава богу И следующая песня, она как раз такая Которая, я надеюсь, что перекрывает Как зовется песня? Не, ну, помимо «Белого снега», у нас две таких песни Как называется песня? Это песня, которая является, наверное, квинтэссенцией всего альбома Она называется «Светлячки» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня ерш Поехали Сквозь поруганное счастье и разбитые мечты Бьется огонек надежды Его в сердце носишь ты Сквозь молчание подъездов Битых стекол тяжкий рок Ты несешь в своих ладонях Хрупкий красный уголек Пусть упрямо дуют ветры Вместе с проливным дождем Ты прижми его покрепче Может, станет он огнем Может, он найдет таких же Кто крадется через тьму Я открою тебе тайну Огонек, и я не сду Так давай разведем пламя до небес Ярче, выше, гори И веди меня сквозь тьму Ярче, выше, свети Обещаю тебя найду Ярче, выше, гори И веди меня сквозь тьму Ярче, выше, свети Обещаю тебя найду Сколько нас таких по миру Заблудилось в темноте Поделиться своим светом Мы несем его в себе Мы тогда разгоним в югу Мы тогда разлеем враг Одинокие, больные Сотни с петлячком протяг Так давай разведем пламя до небес Ярче, выше, гори И веди меня сквозь тьму Ярче, выше, свети Обещаю тебя найду Ярче, выше, гори И веди меня сквозь тьму Ярче, выше, свети Обещаю тебя найду Ерче, коротко, лаконично, понятно И чертовски остроумно Во всех смыслах и во всех отношениях У нас остается все меньше времени Но истории надо рассказывать Потому что люди пишут Они же соперничают друг с другом Сейчас за приз, который могут получить Если прочтете в эфире историю Пожалуйста, без фамилии Пишет человек Сокол и так узнает Добрый вечер С днем рождения своего радио Спасибо Сама история По работе часто езжу мимо дома Сокола А многие твои поклонники Глотай Многие твои поклонники знают, где ты живешь Скажи, пожалуйста Но многие знают, да Но не многие как бы Я просто предположил, что этот человек В принципе, может, он тебя возил Может быть, вы просто настолько знакомы Ну, не важно Значит, часто езжу мимо дома Сокола Постоянно в машине Тогда или Ёрш, или ДМЦ играет Напарнику говорю Вот тут, говорю, живет панк-рок-звезда И вот как-то Ездил с Соколом Значит, он тебя так и возит И с Саньком в лугу Ленинградской области Что там была Отдельная история Но не об этом Пишет человек, который просил Не называть его фамилию В общем, перед концертом Сокол поменял джинсы Интересно, да? Как-то сразу накаляется Обстановка По возвращению он забыл Те джинсы у меня в машине Знаете, я сейчас отойду от этой истории Это когда, допустим, садится Жена, к примеру Или подруга в автомобиль Своего мужа или друга И обнаруживает Где-нибудь там в бардачке Либо в ящичке Которые в двери Женские трусики, к примеру, да? Я думал, будет продолжение в этом Сел друг, например Чьи джинсы? Говорит, Сокола у друга Тут же масса мыслей интересных А что это джинсы Сокола В машине у моего приятеля? Я ждал такого Я, может быть, слишком извращен Я даже, может быть, сказал Я, наверное, мыслю совсем другими категориями Но конец в истории другой Не напрягайся Да я знаю Я был прям участником этой истории Да, в общем, перед концертом Сокол поменял джинсы По возвращению Он забыл те джинсы у меня в машине Дома в машинке Постирал их Ну, человек постирал тебе джинсы Почему нет? Кинул в машину Надеюсь, сухие Ну, я не знаю Мужчины иногда бывают долбоклюями Постирал, вытащил, как было Кинул, потом отдам А ну и завонял Ну, неважно Молодец мужчина Умница Значит, постирал Кинул в машину Думал, отдам, когда по работе проезжать Буду его дом Но вот не срасталось никак Потом поехал на фестиваль Великий Новгород с ДМЦ А там и ёрш И, в общем, вернул одежду Сокола Только в Новгороде Так ходил в трусах, что ли? Ну, у меня есть еще пара других джинсов А у тебя есть такие еще джинсы? Да На самом деле, там еще была Немножко другая история Перед поездкой в Великим Новгород Он как бы собрался Эти джинсы взять с собой Так И вот именно в тот день Получилась такая история Он как раз-таки с коллегой приезжал мимо моего дома А я в этот момент вышел там яиц и колбасы купить Короче, в магазин И приезжает, соответственно, человек Который просил называть его фамилию Остановлю машину Такой Диман, Диман Говорит, а джинсы-то я и забыл Да То есть они у него постоянно ездили в машине И он мне их только в Великом Новгороде отдал Можно я тебе встречный вопрос задам? Сейчас ты уж сам упомянул А зачем тебе были яйца и колбаса? Ну, дома как бы дети, жена кушать хотят А ты детям покушал? Или ты уже вышел из состояния вегетарианства давно уже? Ну, давно вышел, да Нет, я периодически это дело практикую, как бы, но Время от времени Ну, время от времени, да Понял теперь тебя, понял Вот вы часто ездите в туры, пишет Настя Какие самые конфузные ситуации у вас происходили? Например, вместе просыпаетесь в одной кровати Спрашивает Настя Первым встал Я бы сказал, мы спим в одной кровати с группой Мы просто не просыпаемся Я с этими ребятами сплю в одной кровати чаще, чем с женой На самом деле, самая конфузная ситуация Такая тишина нависла в студии, неловкая какая Самая конфузная, если мы проснемся не в одной кровати Даже так вот Как это? Ну, вот так вот А как можно? А в чем конфуз? Ну, как бы, потом приходится всех искать А, в этом смысле? Кто где там, да В этом плане? Не, на самом деле, ситуаций-то много И мы поэтому и попросили, что, может быть, вы там что-нибудь напишите У нас так вообще там на целую книгу хватит Ну вот, видишь, народ увлекается Какие-то истории интересные рассказывать Еще раз напомню, что Ершевцы сегодня разыгрывают пять билетов Ну как, три билета отдельных Имею в виду на поход Билетов для того, чтобы прийти на их концерт На презентацию альбома 9 декабря в клубе Бруклин состоится Вся эта история в 7 вечера А еще два билета Они присовокупляются к альбому Две версии пластинки Я имею в виду Две пластинки Одна с альбомом В смысле с билетом И другая с билетом Вот то, что с билетом вместе с пластиночкой Это за самую интересную историю А те, что отдельно Просто три билета Это за самые интересные вопросы К коллективу Поэтому сегодня Что попадает в эфир Вот это самое интересное Что попадается нам на глаза Может быть, что-то мы пропустили Юля пропустила Я пропустил Не знаю Вы уж, может быть, продублируете тогда вопрос Которые ваши не были заданы Кто знает, может быть, среди них Окажутся какие-то Прямо под конец эфира Но самые прикольные Самые интересные Это не значит, что вы задали плохой Те, которые мы зачитали Но все-таки Значит, всем своим доброго времени суток Пишет Сергей Щербаков Своё радио с маленьким Но очень значимым Днём Спасибо Вы меняете музыкальную обстановку К лучшему Спасибо Нет-нет На многих радиостанциях Уже играют Свои Спасибо Это очень приятно И всё началось ещё с живых Долгих Долгих А, тьфу Я всё жду Когда человек расскажет про Ёрш Понял Это нам Спасибо, говорит человек Спасибо и вам За доброе слово Ну что, петь-то будем мы сегодня? Что-нибудь Что-то мы до сих пор сидим Паём Ни одной песни не было нормальной Ну что-нибудь нормальное А, сокол снимает гитару А ты готовился к этому давно? Или ты сейчас только подумал, что тебе пора бы её снять? Что это за песня будет? Ну, у нас просто есть ряд песен, которые мы играем в одну гитару И вот сейчас как раз-таки такой момент Как называется песня? Она называется «Когда нас расстреляют» Как всегда, живой звук, в программе живой Ёр, поехали Когда нас расстреляют Наши громкие песни Словно вольные птицы Влетят в небеса Канастане Умолкнут Не остановятся танцы Мир согрет до предела Наступает весна Давай Разобьём эти стёкла, устроим Войну против всех ломай Эти схемы, системы, весь мир Подымай на смех, разрушь Тишину и уныние и повсты Неважно зачем, танцуй Хоть никто не танцует Из правил, законов и схем Когда нас расстреляют Наши громкие песни Словно вольные птицы Взлетят в небеса Канастане Умолкнут Не остановятся танцы Им согрет до предела Наступает весна Мы всё равно Ничего не докажем Стабильность топтала Рассудок песок Богатые мира Всегда богатеют Из бедных Выжимая весь ток Нас стало сильно В своём убеждении Нас разорвут на куски Сотни рук Святый с вождя Не зная сомнений Веди наш, наш мудрый басток Когда нас расстреляют Наши громкие песни Словно вольные птицы Взлетят в небеса Канастане Умолкнут Не остановятся танцы Им согрет до предела Наступает весна Ломай Эти схемы, системы, ломай Эти схемы, системы, ломай Эти схемы, системы, ломай Эти схемы Эти схемы, системы, ломай Эти схемы, ломай Когда нас расстреляют Наши громкие песни Словно поле и птицы Влетят ли места Колоса не умолкнут Не остановятся танцы Мир согрет до предела Наступает весна Когда нас расстреляют Когда нас расстреляют Когда нас расстреляют Наступит весна Когда нас расстреляют Когда нас расстреляют Весна 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Когда я был еще пацаном, у нас ходить друг с другом двум друзьям в обнимашку было не западло, извините, да? Друзья, ну и есть друзья, люди ходили обнимались друг с другом. А товарищ Брежнев вообще приучил всю страну целоваться мужикам в засос, и нормально, никто никаких геев не говорил. Сейчас, не дай бог, хоть какой-то намек. Все, гей, ты понимаешь? Длинные волосы, гей. Ну или намек на гея. Что ты меня смотришь? У меня самого такие. Не, ну геи же тоже люди, как бы. Им же тоже со своими делами. Подожди секундочку. Это мнение Димы. Подожди секундочку. Дракола. Просто сегодня такие времена странные, когда хоть какая-то, ну хоть немножечко какой-то намек есть на что-то, все. Людям пришивают ярлыки совершенно безумные. Ребят, какой фильм посоветуете посмотреть такой, что прям на эмоции пробило, спрашивает Александр Грушевский. Я думаю, Матильду надо посмотреть на эмоции. Над пропастью Вару. Два плюс один. Два плюс один прекрасный фильм. Не, один плюс один. Дайте у нас Дмитрий посоветует фильм отлично. А что такое два плюс один? Это тот же режиссер, но снял два плюс один. Один плюс один это... Главный герой тот же остался, но ему... А, это продолжение получается. Ему привозят дочку. Клево, а мы не видели еще. Вот один плюс один на меня произвел совершенно... Посмотри два плюс один. Клево, клево. Я заплакал. У меня просто у самого дочь и ребенок есть, да. Те, кто не видел один плюс один, кстати, очень рекомендую. Правда, хорошо. Очень сильный фильм, два плюс один. Очень сильный. Круто. Он еще гораздо сильнее. Спасибо. Ты побежал не случайно, рассказывай. Какой фильм-то? А я всем советую посмотреть фильм Хешер. Как сказал? Кто-нибудь смотрел Хешер? Хершер? Хешер. Хершер, нет. Расскажи немножко. Ну что это? А о чем? Чей фильм-то? Ну, на самом деле, там такая трагичная история. Я лучше не буду спойлить. Ну, американский. Очень классный, да. Американский фильм про Крастера. Про кого? Крастера. Вышел человек, посоветовал посмотреть фильм по... Хешер про Крастера. Ни единого слова я не понял. Что такое Хешер? Хешер, это как бы его прозвище в фильме. А Крастер? Крастер, ну, есть такие... Это его имя, я понял, да. Нет, Крастер, это как бы такие люди, Крастеры. Те, кто слушают Краст, но и как бы живут таким образом. Давай дальше пойдем глубже копать. Что такое Краст? Условно говоря, это самые такие, ну, радикальные панки. Ну, как бы в общей сложности. То есть ультрапанки? Ну, такие прям ультра-ультра, да. Это как ультас в футболе примерно. Типа того. Примерно такие, да? Ну, да, можно и так сказать, грубо говоря. Хешер. Хорошо, спасибо. Записала? Не, она чем-то другим занималась. Я думал, пишут. Ну, два плюс один я... Если нет, если ко мне вопрос, например, такой бы, я... Сразу вспоминается у меня Дневник памяти. Потрясающий фильм. Он старый, правда, не свежий. Роскошный фильм. Я очень рекомендую тем людям, у кого есть сердце, прежде всего, и эмоциональная определенная чувствительность, то фильм Дневник памяти вызовет те самые реакции, о которых ты сказал. Потрясающе кино. А если... Не, ну, много их можно перечитать, на самом деле, фильмов. Я не знаю, зачем человеку это было нужно. Я могу тоже порекомендовать от себя. Давай, давай. Кстати, один из фильмов, который во многом определил и название альбома «Сквозь тьму», да? И, в принципе, вот «Мировоззрение», там, и «Мое», не знаю, может быть, даже коллектива, там, определенным, как бы, например, при жутке времени, он называется «Сквозь снег». То есть у нас альбом «Сквозь тьму», а это «Сквозь снег». А что это за фильм? То есть это фильм «Антиутопия», в принципе, когда... Старый, новый. Он, ну, где-то года два назад, или три, вышел. То есть фильм про то, что произошел катаклизм, и всех людей, которые, ну, как бы, остались живых, их посадили в один большой поезд, да? И в этом поезде так или иначе начала, как бы, образовываться, ну, модель современного мира, но в масштабах поезда. То есть некая такая желтая стрела Пелевина, да? И то есть там разделились на определенные классы, есть там действующий класс, там есть там мажоры, там есть там пролетариат, вот. Как-то упустили мы это. Да, и один из, ну, как бы, из таких вот низов, да, которые постоянно находятся под давлением государства, они решили устроить революцию. И они, как бы, идут сквозь этот поезд, который едет сквозь снег. А там, как бы, ледяная, ну, как бы, ледяной катаклизм. Вот очень сильный фильм, и для меня он прям... Это отсюда у вас примерно на обложке вот такая непонятная картинка там была. Ну, в том числе... Ну, не на этой обложке, я имею в виду, на прошлой обложке. Ну, да, но только там они сквозь огонь. Ну, да, ну, да, ну, да, ну, что-то такое вот где-то там это проскать. Есть пара забавных ситуаций с автограф-сессией в Барнауле. Если ребята хотят, то сами пусть... Слышь, вот насколько все-таки обленился народ. Ну, говорят, ребятки, расскажите самые смешные, интересные, необычные истории, связанные с группой... Расскажи историю, дай мне билет. Получите билет, да. Не, есть парочка, ну, пусть парни сами расскажут. Ну, сами и возьмут билеты, и сами сходят на свой концерт. А очень забавная история, по-моему, как раз в городе Барнаул была, когда я взял только в руки гитару. Ты хочешь на концерт группы Йош? Да, да, хочу на концерт группы Йош. Готов отдать, рассказать. Значит, я вот беру в руки гитару, начинаю ее настраивать для того, чтобы мы там спели пару песенок таких в акустике. То есть вот я ее все настроил, вот фактически я ее все не кручу, не держу. У нее так фига, как первая струна, так пинг... Сама? Да, сама, то есть полтергейт. Вой энергетика какая. Вой энергетика какая. Ну, такой забавный случай. А больше там было все скучно. Ну, то есть это единственное, что ты запомнил. Хороший был концерт. А еще был, кстати, смешной случай. Это не концерт, это в Мусторге, в Токарстейсе. А, извини, мне не важно. Концерт там был хороший. Ну да, у нас Андрей услышал группу Гребля, так называемую, которая с нами в Туре ехала. И там есть такая у них замечательная песня «Похорони меня в майке». Вот, и мы теперь как бы Андрея и группу Гребля любим еще сильнее, потому что он всех этой песней замучил. И группу Гребля тоже замучил. Их же песни. Там народ спрашивал, я не могу произнести это слово, но оно хорошее заэфирное. Тур, который вы обозвали, соединив название Йорша и Гребля. Звучит красиво, эффектно на самом деле. Спрашивал человек, откуда это название, кто придумал? Да как-то что-то с ребятами в автобусе ехали. Мы на самом деле проехали, ну, целую неделю мы провели вот как бы две группы в одном автобусе. И там уже и вот и Гребля, и Йорша. Ну, хотя, ну, есть в России речка Вобля, да? Ну, что, ну, Йорш и Гребля, да, называется альбом? То есть Йорш и Гребля, сокращение такое. А что, собственно, по кусочку от каждого? Ну, да, по самому ценному кусочку, судя по всему. От вас Йор, от них самые ценные куски от каждого коллектива. Ребята, вы дико крутые. Я сейчас читаю сообщение от Маргариты Резаевой на СМС-портале. Вы дико крутые, спасибо вам за обалденные треки. Ну, почему треки песни? Зачем называть творчество треками? Вот когда люди говорят, наша песенка, мы сыграем вам трек. Ну, как то. Сметьте кнопочку «Пляу». Это песни, это произведения. Так вот, они заставили меня поменять многие взгляды. Спойте, пожалуйста, песню «Равнодушие соучастия». Ну, я не хочу, чтобы тут были заказы какие-то. Вы сами себе решайте, но песня, правда, хорошая. Лично я считаю, Светлячки не одна из лучших песен альбома, а одна из лучших песен всего творчества. Сильная песня. Аж мурашки по каждому прослушиванию. Спасибо Йоршам, Феде, Санкт-Петербург. До встречи, Пятого. До встречи. Споем. Преподаватели в музыкальных школах, многие, я читаю СМС-ку, утверждают, что в музыке есть некая математика. Но музыканты, в свою очередь, говорят, что музыка – это душа и вдохновение. Как считаете вы? Жду, жду, жду концерт в Москве, сил нет, маленькая девочка, ждущая концерта в Москве. Чего больше, все-таки математики или вдохновения? Математика есть только у барабанщиков, у них полная свобода творчества. Не ври. Не, не, на самом деле есть определенные каноны, определенные правила, да, две ноты, которые, ну, никак не могут звучать правильно, они звучать и не будут. Наверняка. Да. Но. Но творчество позволяет эту математику ломать. Ломать, да. Мы когда записывали еще, по-моему, оковы мира, то есть, ну, когда проходишь, да, вот там соличок так, оп-оп-оп-оп, записал его, и вот там была одна нотка фальшивая, ну, просто палец соскочил и говорю, давай сейчас перепишем вот звукорежиссеру. А он такой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это живо. Да, да, да. Это очень живо стедает. Вот именно эта нотка, она дает сок. Как же мы-то любим здесь, когда, например, вокалист текст забывает, к примеру. Ну, это просто кайф. На самом деле, очень вопрос интересный, и я бы на него ответил следующим образом. В математике тоже есть душа. Иначе, как бы, великие умы, как бы, нашего времени, и не нашего, и средневековья, они бы не придумывали, там, какие-то открытия, мы бы не полетели в космос. Потому что, когда начинает мечтать математик, он придумывает, как с Земли добраться до Марса и до Луны. Я поспорю с тобой. Математик не мечтает. Что он делает? Математик и расчеты не занимается. Пойду я чаю себе налью пока. Да, у них есть о чем поговорить между собой. Он уже видит цель и делает расчеты к ее достижению. Никак не основывается на мечтах. Ну, хорошо, мы с тобой подеседуем за кадром. Хорошо. Дом поговорим. Дома, да, дома. Когда спать ляжем, да? А тут народ сейчас начнет напрягаться, да. Анекдот наверняка знаете, может быть, кто-то из аудитории не знает этот анекдот музыкальный. Очень клевый. Мне нравится, когда вокалист вдруг на выступлении забывает текст. Забывает, что дальше. Ну, просто вот выпало из головы и все. Хоть ты убейся. Подходит в это время, гитарист играет свою партию, он к нему со спиной подходит, там, говорит, Колян, а какой у меня текст? Подожди, подожди, у меня сейчас такой есть соляк, подожди. И наяривает, ну, господи, у меня сейчас петь, а этот не может подсказать. Он подходит к басисту. Слушай, скажи мне, там, какой, хоть одно слово напомни следующего куплета. Что там дальше-то у меня идет? Говорит, подожди, у меня сейчас сложная тут. Тун-тун-тун, партия сложная. Подходит к барабанщику. Говорит, ну, хоть ты-то мне скажешь, какой текст у песни? А какой песни-то? Говорит барабанщик. Ну, в общем, все как надо, панки есть панки. Что поем дальше? Ну, как раз-таки песня с нового альбома, она называется «Темный легион». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Ёж здесь сегодня. Поехали. Перевернулся мир, теперь не все как было. Штурмовики послали пластилина. Наше научение, честь нестык этих школ. В цене свобода, дружба, честь рок-н-ролл. Лепитеты кривые, метафоры невнятны. Так много лишних слов, на деле непонятно. Грызят систему учервь и вредоносный код. Наш социально-музыкальный обергот. Если ты жив, давай! В наши ряды вступай! Там на темной стороне силы Слабый место, нет и слабливым Дверь, ручник, педаль газа и коммун Добро пожаловать в «Темный легион»! Там на темной стороне силы Слабый место, нет и слабливым Дверь, ручник, педаль газа и коммун Добро пожаловать в «Темный легион»! Здесь все равныне бедных, средних и богатых Здесь верность возвращается сто крат обратно Походный гимн наш прост, где треска и фанфар Ударный ей бокал и несколько гитар Здесь не нам не идет лоск и погасной гламур Ковчег наш примет всех из разных субкультур Повстанцы силы тьмы, герои полутени Хватай все молота, в коктейли полетели Если ты жив, давай, в наши ряды вступай Там на темной стороне силы, слабый место нет и сопливым Веручить педаль газа и камон, добро пожаловать в темный легион Там на темной стороне силы, слабый место нет и сопливым Веручить педаль газа и камон, добро пожаловать в темный легион 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 Там на тёрной стороне стивы Славы место нет и сопливы Если ты жив, давай В наши ряды ступай АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Почему всё, что хорошо, всё так вот заканчивается быстро? Я к этому не могу привыкнуть с детства. Когда мне покупали любимое мороженое, оно заканчивалось гораздо быстрее, чем я себе это представлял. Мне было дико обидно, на второе просить уже не мог, потому что мама и так говорила, горло будет болеть. Я всё ждал, когда оно заболит, а оно оставалось свежим. Я просил снова, она говорила на одно. И меня это дико удивляло. Почему не дают наесться до отвала уже в конце концов так, чтобы... А однажды это было, когда мне было 15 лет, я так до отвала напился водки. И у меня случился катаклизм. Это было отравление. С тех пор водку на нюх не переношу. Так что права была мама. Из-за стола нужно вставать с лёгким чувством голода. Мы вынуждены заканчивать сегодняшний эфир. К сожалению, потому что хотелось бы, конечно, ещё. Мы марафон наш музыкальный сегодня заканчиваем. И программу «Живые» мы с группой её заканчиваем. И надеемся на то, что вам... Сейчас обращусь к аудитории. Вам-то хорошо с нами было? Я вижу, вы поели от пуза хорошие вкусные пиццы с Марса. А вот аудитории, надеюсь, с нами было хорошо и комфортно. За счёт музыкантов, которые есть в ротации радиостанции. За счёт музыкантов, которые приходят в программу «Живые». За счёт этих светлых, чистых, добрых, хоть иногда и жёстких людей. Ну, в хорошем смысле. Но они все люди безмерно талантливые. И мы рады и горды тем или тому, что мы с этими людьми хорошо и близко знакомы. И мы с ними работаем. И будем работать, надеюсь, дальше. Если вы не против, господа хорошие. Мы вообще за. Спасибо. Я ждал этого ответа. Надо заканчивать. И скажи мне, какая песня будет финалочкой сегодня? Сколько она по времени? Напомни, чтобы я поняла. Ну, она длится минуты три, наверное. Три. Тогда у нас ещё есть чуточку времени. Я не знаю, кого вы в итоге выберете. Потому что в ленте вы потом прочитаете все вопросы. Все вот эти истории. Сами уже решите для себя после эфира. Тогда у меня будет просьба. Вы сами с ними свяжитесь. С этими людьми. Давайте мы у себя в сообществе группы. Да. Заходите к нам в сообществе группы. Да. Поступайте. Так мы и сделаем. И мы повесим. Так мы и сделаем. Чтобы у нас было времени чуть побольше. Всё почитать. Чтобы мы завтра вечером. Хорошо. Вот ещё одно сообщение я прочитаю от Дмитрия Молчана. Я весной помог ребятам. Водитель автобуса отказался везти их в обменник после концерта в Минске. И ребята приехали домой с белорусскими деньгами. Сокол попросил помочь. Так как в Москве плохой курс. В итоге мне через друга передали конверт с деньгами. Я съездил на другой конец города в банк с лучшим курсом. И переводом отправил деньги Андрею. Надеюсь налоговая не придёт с вопросами. Свои с праздником. Не было ничего. Я ребятам сказал не было. Не было. Денег не было. Я сказал что он сбился. Дмитрий. Не было денег. Они не дошли. Дмитрий. Шлите снова. Адрес. Докукино. 10. Своё. Радио. Всем спасибо. С вами было очень кайфово. Братцы. Мы вас любим нежно. Почеловечий. Не надо никаких намёков дурацких. Я сейчас тут сразу вспомнил идиотизмы которые писали. Давайте заканчивать эфир сегодня. До следующих новых хороших встреч. Давайте. Да. У нас сейчас на самом деле прозвучит весёлая песня. Потому что хочется чем-то весёлым закончить. И у нас убедительная просьба всем тем кто нас сейчас смотрит. Может быть вас даже дома несколько человек. Соберитесь около экранов. И в конце этой песни мы вас попросим кое-что сделать. И в том числе тех кто сейчас сидит вот здесь вот в зале. Время уходит. Давай. И тех ребят. Мы всё скажем. Окей. Погнали. Как всегда живые в программе живые. Всем до понедельника. Будьте здоровы. Ещё раз днём рождения своего радио. Поехали. 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 Соњ. теперь ударил пид Если торчать, хоть всё лето Я тогда построю карьеру И в неё нырнусь головою Никаких не будет прогулок Все без процессов и без бойлов Не хочу я быть рабочим Инженером, тот же прочим Или брокером на бирже Или следстворем отличным Популярным журналистом Или грамотным юристом Или завистителем министра А я хочу как вы Листы из Бразерс Можут даже без доспакета Я готов пахать сверхурочно Больше всего зачать, хоть всё лето Я тогда построю карьеру И в неё нырну с головою Никаких не будет прогулок Все без процессов и без боев Ну что, друзья, подходите ближе к экрану Ваших телевизорах, скидывайте потом Фотографии, видеозаписи, как вы это делаете Потому что именно Видеозаписи, как вы это делаете И стали основанием для этой песни А те, кто сейчас находится на студии Давайте вместе поднимем ручки вверх Все-все-все-все Давайте, давайте, друзья Поднялись, короче, одну ручку вы делаете ладошкой Вторую ручку кулачком И все вместе с нами поёте Готовы? Готовы точно? Вы готовы? Я хочу как Листый из Бразерс Хочешь ты как Листый из Бразерс Мы хотим как Листый из Бразерс Все хотят как Листый из Бразерс Мы хотим как Листый из Бразерс Все хотят как Листый из Бразерс Хочешь ты как Листый из Бразерс Все хотят как Листый из Бразерс Из Бразерс Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Их не будет прогулов, все бизнес-процесс, ты без боя. Скажите мне, куда отправить резюме? До новых встреч! С днём рождения, своя радио! ЖИВЫЕ!